Великого вождя Владимира Ленина 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 Великого вождя Владимира Владимира Ленина Надо для этого, как решил юбилейный комитет, организовать и проводить октябрьские чтения, дискуссии, массовые мероприятия на местах. Тем более это важно для Российской Федерации, потому что нынешняя Российская Федерация правоприимница Российской Советской Федеративности Российской Республики, которая была как раз организована вторым съездом Советов, который уставил власть трудящего человека, рабочих, крестьян, солдатских, матросских депутатов. А также и Конституция, принятая в 1918 году, учредила Российскую Федерацию как Советскую Федеративную Социалистическую Революцию, как государство, где власть принадлежит рабочим и крестьянам. И это государство, Федерация, свободной Федерации свободных национальных республик. Таким образом, когда сегодня в нашем зале и в других местах раздаются предложения об упразднении национальных республик, превращение России в унитарное государство, это противоречит самому смыслу и сути образования России как Федерации свободных национальных республик и народов. И поэтому мы сегодня призываем, чтобы все подключились к празднованию юбилея Великой Октябрьской социалистической революции и в конечном итоге высказали бы общее, мне кажется, для всех фракций Государственного Дума предложение, что Великий Октябрь – это действительно великое прогрессивное движение человечества по пути созидания и, по сути дела, обеспечения развития самого человека. Поэтому мы, конечно, фракции широко к этим делам будем подключаться, одновременно мы бы просили, чтобы, может быть, у нас сегодня нужно прекратить и разговоры разные по укропнению субъектов. К счастью, много таких разговоров сейчас заводится, ведется, что якобы укропнение субъектов Российской Федерации будет вести к процветанию, собственно, к развитию, будет большая возможность организации промышленности, сельского хозяйства, других отраслей экономики нашей страны. Нам представляется, что сегодня нам нужно сосредоточиться на важнейших задачах обеспечения созидательного, по сути дела, роста в рамках нынешней существующей системы, которая установлена в Конституции. И там есть как раз в этой Конституции подписанные договора от каждого субъекта России. И все субъекты, кстати, добровольно входили. И когда говорят о том, что якобы национальные республики разваливать будут Российскую Федерацию, ссылаясь на опыт из 1991 года, Я вам хочу авторитетно заявить, как непосредственно участник тех событий, когда в Центральном комитете КПСС проходили мероприятия, которые вел Горбачев, в конечном итоге не союзные республики ставили эти задачи. Наоборот, я уж фамилию называть не буду, большинство руководителей союзных республик на всех совещаниях, проводимых ЦК КПСС, предупреждали Горбачева о том, что такая политика будет вести к развалу, что нужно изменить политику, в конечном итоге защитить Советский Союз. И сегодня, нам кажется, нужно проводить дальнейшую работу уже по дальнейшей интеграции стран СНГ, потому что мы понимаем, без крупного такого добровольного свободного союза нам, по сути дела, свое достойное место в мире не нанять. Говоря о нынешних задачах, хотел бы отметить, что статья 7 Конституции РФ гласит, что РФ – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Многие сейчас ставят вопрос о национальной идее России, какая она должна быть. А вот давайте, может быть, стоит подумать, может быть, как раз вот эта статья 7, что Российская Федерация – социальное государство, есть как раз и национальная идея Российской Федерации. Что может быть лучше вот этой национальной идеи свободное развитие человека и создание условий для жизни, достойных условий для жизни людей? Нужен в этой связи, как нам представляется, нам нужно принять закон российский о минимальных социальных стандартах, потому что без этого закона мы всегда будем спотыкаться при просмотрении бюджетных и налоговых законов. И в конечном итоге вот эти минимальные социальные стандарты, установленные федеральным законом, давали бы возможные всем субъектам Российской Федерации более объективно, более правильнее, справедливее подходить к распределению дотаций, субсидий и других, в общем-то, денежных средств, которые будут направляться субъектами Российской Федерации. В Российской Федерации охраняется труд и здоровье граждан, установится гарантированный минимальный размер оплаты труда. Мне кажется, очень важная сегодня задача 17-го года, года столетия Великого Октября, принять закон о том, чтобы минимальный размер оплаты труда не был бы ниже прожительственного минимума. Сегодня прожить минимум где-то 9867 рублей, если не ошибаюсь, а у нас с 1 июля зарплата минимальная будет только 7800 рублей, то есть отставание более чем на 2000, существенно, безусловно, оказывается на благополучие наших граждан. Нужно обеспечивать государственную поддержку семьи, материнства, отцовства, детства, инвалидов, пожилых граждан. Нужно развивать социальную службу, как написано как раз в редакции 7-й статьи Конституции Российской Федерации. Но при этом хотел бы отметить, что счетная палата, когда мы принимали бюджет, обозначила, что у нас реальная зарплата за последующие 3 года расти практически не будет. Там 0,2 прирост, 0,4. В конечном итоге реальная зарплата. Вот мы сегодня здесь как раз говорим о возможных дополнительных доходах. Даже некоторые из РСМС и информации говорят уже об избыточных якобы доходах, которые, в принципе, никак, в общем-то, избыточными считать нельзя. И это прилагательно нужно убрать, по сути дела, самим журналистам. Мы должны думать о том, каким образом мы пенсии, зарплата, реальные доходы приблизим. Потому что, по данным счетной палаты, реальная пенсия за 3 года уменьшится на 9,4% по отношению к данным 2014 года. У нас есть большие возможности, когда все фракции дружно работают в рамках социального законодательства федеративного и будут добиваться решения всех этих вопросов. Тем более, впереди у нас работа большая по изменениям бюджетного, налогового кодекса, приведя на них в соответствии с нынешней действительностью, ну и самого бюджета. Прошу поддержать. Спасибо большое. Продолжение следует...